Утро доброе! Утро доброе на пятом канале, здравствуйте! Доброе утро! Сегодня понедельник, 13 мая, и мы с Ларисой вновь вещаем для вас. Как и всегда, в общем и целом. Ларис, знаю, что 13 мая день рождения у твоей старшей дочери. Да, я вот сейчас вспоминаю, что буквально через час... Что я мать. Что через час я рожу. Действительно. 15 лет назад. А, 14 лет назад. 14 лет исполнилось сегодня, точнее, исполнится через час моему ребенку. Ну, если это вот прям в цифры ударяться, да? Это просто, конечно, такое крутое ощущение, поэтому я хочу поздравить свою старшую дочь. Я очень рада быть мать, мамой. И это прямо так, правда, замечательно. Потому что любая женщина, которая рожает детей, просто вы мужчина, вам этого никогда не понять. Открывается новая грань, новая грань личности, и новые какие-то интересы появляются, совершенно новый взгляд на окружающих. Ты начинаешь больше любить людей, ты начинаешь их понимать и чувствовать, и совершенно меняются ценности. Поэтому это так здорово быть мамой и в это время иметь день рождения своего ребенка. Ларис, я поздравляю тебя с днем рождения, дочери, которая родится у тебя через час. Ну и дочу поздравляем с днем рождения. Будь счастлива, радуй родителей и добивайся всех поставленных перед собой целей. 14 это только начало. Спасибо большое. Ну а что? Ну а мы, как всегда, продолжаем и как всегда начинаем или продолжаем всегда с зарядкой. Yes! Дорогие друзья, с добрым утром. Мы сейчас с вами сделаем разминочку в статическом напряжении. Все готовы? Мы начинаем с небольшого легкого приседа, следим, чтобы у нас колени не заходили за стопы и вытягиваемся двумя руками вперед. Мы держим ровную спину, подтягиваем живот и держим 8 счетов. Готовимся. 8, 7. Алибек можно сесть немножечко пониже. 5, 4, 3, 2. Отлично. И теперь мы с вами добавляем. Потянуться рукой назад и вытянуться вперед. Левая рука. Поехали. 8 и 7. Отлично. Обязательно вытягиваемся руками обратно вверх. Отлично. Еще. 4 и 3 и 2. Прекрасно. И теперь мы плавно переходим на две руки одновременно. Две руки назад и потянулись вверх. Не торопимся. Вытянулись. И. Прекрасно. Еще. 4, потянулись. Три и 2. Последний раз. Хорошо. Теперь отсюда две ручки вверх. Взяли вдох. Отпустили руки в сторону. Выдохнули. И сейчас мы с вами делаем упражнение. Соединяем нашу руку со стопой. Начинаем. Скручиваемся. Делаем плавно. Не торопимся. 7 и 6. Держим ровную спину. Отлично. Хорошо. Еще. 4 и 3 и 2. Последний раз. Молодцы. Вытягиваемся вверх. Взяли вдох. И выдох. Расслабились. Немного потрясли руками. Браво. Вы большие молодцы. Как тебе понравилась разминка, Алибек? Разминка отлично прошла. Немножко сложновато, но пойдет. Отлично. Желаем вам сегодня хорошего дня. Чтобы вы бодрые, веселые и всегда красивые, спортивные. Всем пока. Фуууу. Ну и какой сегодня день? Мы знаем прямо сейчас. Всемирный день техники. Это очень круто. Это очень круто. Мне лично сказать нечего. Ну для меня, когда я слышу слово техника, я сразу вспоминаю кухонную утварь, технику. Сейчас очень много классной техники. Это робот-пылесос, это посудомочная машина. Мы еще сушилку, кстати, как-то купили. И машинка стирает, и машинка сушит. В общем, классно. Ну это вот такая техника. В общем, классно. Техника же не только на кухне может быть. Она же везде есть. Это здорово. Вот даже сейчас у нас стоят тоже техники. Три штуки. Техники, да. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Три техники. В эру 21 века сейчас все потихонечку зацикливается на технике. На технике. Уже электромобилями никого не удивишь. А это ведь техника. Это все техника. Поэтому мы поздравляем Всеверных. Всех, да. Всех причастных к Всеверному дню техники. Мы поздравляем всех, кто как-то соприкасается с техникой любой. У нас сюжет на эту тему готов. Поэтому смотрим. Технологии развиваются с невероятной скоростью. Этот день олицетворяет не только достижения человечества в области науки и техники, но и открывает двери в потрясающее будущее, полные инноваций и возможностей. В 18-19 веках началась промышленная революция. Введение механизации производства, паровых машин и развитие железнодорожной сети привели к революционным изменениям в экономике и обществе. С развитием компьютеров во второй половине 20 века наступила эра информации. Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, преобразуя способы работы, общения и развлечений. Человечество всегда мечтало о покорении космоса, и мы совершили огромные шаги в этом направлении. Первые полеты в космос, посадка на Луну, межпланетные исследования – все это открывает новые горизонты для нашей цивилизации. С развитием нанотехнологии и биотехнологии мы получаем уникальные возможности в области медицины и энергетики. С каждым днем искусственный интеллект становится все более развитым, и робототехника находит применение в самых разных сферах – от производства до медицины и космоса. День технологии будущего – это не просто праздник технологий. Это день, который напоминает нам о бесконечных возможностях, которые принесет будущее, и о важности инноваций и исследований для создания лучшего мира. Давайте вместе отметим этот день и встретим будущее с открытыми руками и воодушевлением. Ну а сейчас продолжит нашу программу «Гороскоп». Послушаем, какие предсказания на сегодня нам подготовили звезды, ведь сегодня понедельник, и для многих почему-то он день тяжелый. Но посмотрим, что обещают звезды, и как сложится день, вы уже подведете итоги в конце этого дня. А сейчас «Гороскоп». Благоприятный день сегодня у овнов. Вам нравится общаться с людьми, вы легко находите общий язык даже с теми, кого прежде не понимали. Возможно, начало сотрудничества. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Это подходящий день для того, чтобы начать менять свою жизнь. У тельцов день подходит для ответственных деловых переговоров. Вы быстро поймете, чего от вас хотят, что стоит предложить и пообещать, чего можно требовать. Будет шанс заключить выгодные сделки. С финансовой точки зрения этот день будет особенно благоприятным для тельцов, чья работа связана с недвижимостью и строительством. Строить планы на будущее сегодня стоит близнецам. Интуиция очень остра. Благодаря ей вы часто можете предсказать, как будут развиваться события. К тому же, становится ясно, кто будет на вашей стороне в любых обстоятельствах, а кто сбежит, как только возникнут какие-то трудности. Возможно, перемены к лучшему в работе. Начало дня будет очень противоречивым и беспокойным у раков. В это время многое может идти совсем не так, как вы ожидали. Сейчас лучше не цепляться за старые планы, а импровизировать, искать новые возможности. Вторая половина дня пройдет более спокойно. В это время вы сможете довести до конца дела, начатые раньше. Не нужно никуда торопиться. Это вас и будет радовать. Не стоит нервничать сегодня львам. Это не самый благоприятный день, но серьезных проблем не возникнет. Ваши недоброжелатели только и ждут момента, когда вы начнете волноваться. Ведь тогда вами будет гораздо проще манипулировать. К рабочим задачам стоит относиться особенно серьезно. Нервничать из-за пустяков сегодня будут девы. Окружающим передается ваше настроение, поэтому будет много напряженных моментов. Старайтесь не говорить обидных слов. Обычная предусмотрительность сегодня может вам изменить. Вы рискуете сами загнать себя в ловушку. Весы сегодня готовы взяться за сложные дела, решить важные вопросы. И не стоит бояться брать на себя ответственность. Все это позволит двигаться вперед, даст шанс достичь самых высоких целей. Старайтесь время от времени делать паузы, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Очень удачным и плодотворным будет сегодня день у скорпионов. В это время появится шанс добиться успехов в работе, справиться со сложными делами. Можно обсуждать новые задачи с единомышленниками. Вместе будет гораздо проще найти решение. Не исключены полезные знакомства. Отличный день сегодня у стрельцов. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, заинтересовать окружающих своими идеями. Будет шанс сделать выгодные покупки. Однако вскоре вам потребуется отдых. Так что вовремя делайте паузу для рекреационных процедур. Спокойный день сегодня звезды сулят козерогам. Он хорошо подходит для того, чтобы доделать то, что было начато раньше. Получить ответы на какие-то вопросы, которые давно вас интересуют. Полезно общаться со старыми знакомыми. Они дают хорошие советы, во многом помогают. Возможны небольшие поездки. Очень плодотворный день сегодня у водолеев. Вы изобретательные и энергичные. Готовы потрудиться, чтобы добиться своего и преодолеть преграды. Возможно, неожиданные деловые предложения. Не исключено начало сотрудничества с новыми партнерами. Постарайтесь на работе показать себя с лучшей стороны. Спокойным и приятным день сегодня будет у рыб. Едва ли он ознаменуется какими-то головокружительными переменами к лучшему. Но удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться, точно будут. Вы отлично справитесь со сложными рабочими задачами. И это не останется незамеченным. Не исключено, что именно сегодняшние успехи откроют перед вами путь к новым карьерным вершинам. Ну а сейчас рубрика «Хронограф». На мой взгляд, довольно-таки интересная рубрика, чтобы узнать, что было в этот день. Много лет тому назад. И Рушан Бараев рассказывает об этом. Поэтому смотрим «Хронограф» и узнаем что-то новое в плане истории Караганды-Караганинской области. 1956 год. В парках, скверах и жилых кварталах Караганды будет высажен 1 миллион 200 тысяч цветов. Общая площадь цветников составит 12 тысяч квадратных метров. Новые газоны появятся в новой части улицы Ленина и на улице Чкалова. Большую роль по украшению шахтерского города проводит коллектив цветочного цеха «Зелентреста». Руководит им старейший цветовод Караганды Александра Ивановна Лескина. 1963 год. Взял старт 25-й чемпионат СССР по футболу. Карагандинская команда «Шахтер», выступающая во второй подгруппе класса А, провела стартовый матч с командой из Новосибирска. На реконструированном стадионе собралось 30 тысяч человек. Это рекорд посещаемости в Караганде. Единственный мяч в игре забил горняк Геннадий Костиченко. В марте 1969 года указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР в Караганде появился Советский район. На севере граница нового района проходит по Саранскому шоссе, на юге у бывших Федоровских угольных разрезов. Уже прошла первая партийная конференция Советского района. Первым секретарем райкома избрана товарищ Серегина. Вторым секретарем Гордиенко. Секретарем райкома товарищ Шакиров. 1982 год. Совсем недавно в Караганде появился новый аэропорт «Центральный». В кратчайшие сроки была проложена взлетно-посадочная полоса. В скором времени здесь будет сооружен современный аэровокзал. На днях в Караганде в Доме архитекторов состоялось обсуждение этого проекта. Его автор Валерий Викторович Неровня рассказал, что в 2000 году мощность аэровокзала составит 1300 пассажиров в час. Это будет самый большой аэровокзал в стране после Домодедова и Шереметьева. В мае 1997 года на помощь к замерзшим прошедшей зимой карагандинцам пришла израильская компания «Энроэнерго». За 180 миллионов тенге она купила карагандинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и теплосети. В первую очередь эти деньги пойдут на погашение долгов по зарплате энергетикам. Кроме того, израильтяне обязались инвестировать в энергетический комплекс по 10 миллиардов тенге ежегодно. Сейчас опрос. Всемирный день коктейля. Какие вопросы задавали гостям и жителям нашего города корреспонденты, мы узнаем прямо сейчас. Ну и самое главное, узнаем, какие были ответы. Смотрим. Скорее шоколадный. Коктейли? Смотри, какой. Честно, провала, по-моему, последний раз год назад, так что не особо сильно. А алкогольные? А алкоголь не пью, а такие как-то, ну, не очень люблю. Ну, молочные моментами, да, люблю. А какие? Просто все молочные коктейли. Молочные любые, скорее банановые, клубничные, смеси хорошие. Молочные, скажу, лучше. Ну, все нравятся вообще. Я люблю бабу-ти и, ну, что-то вот в таком роде, не очень прям люблю. Такие какие-то сочетания, либо соки натуральные. Молочный, шоколадный, клубничный. Не знаю, я сам вообще не местный. У нас в Шамкенде, наверное, больше клубничных, наверное. С летом ассоциируется мороженое. Что-нибудь такое прохладное, наверное, по-любому с летом. Зимой обычно такой же не пьешь. Наверное, тот, который именно с кусочком определенного фрукта, то есть вот есть же с арбузом, допустим, да, или с дыней. Вот определенный с этим ассоциируется с летом. Ну, клубничный, наверное, да. Зеленый чай, может быть, лимонная вода с мятой. Мохито. Нет, ассоциируется только с лесоватой, наверное, в нашу жару. Наверное, банановый. Утро доброе! В теории мы с вами о демакияже уже поговорили. А давайте сегодня я вам покажу, как это делается на практике. Первое. Гидрофильное масло, напоминаю вам. Второе. Это любая очищающая пенка. Либо гель, либо любая умывашка. Старайтесь все наносить всегда массажными движениями. Тем самым вы уже улучшаете кровоток в своей коже. Состояние кожи от этого тоже улучшается. После любой умывашки нужно использовать обязательно тоник, потому что он будет готовить вашу кожу к дальнейшему нанесению вашего ухода. Также по массажным линиям. Я использую для нашей модели увлажняющий тоник. Расскажу вам маленький секретик. Если у вас есть шелушение и у вас нет времени сделать пилинг, можно использовать специальный пилинг-пэт. С одной стороны они имеют текстуру шершавенькую, с другой стороны более гладкую. И также массажными линиями в тех же самых местах, где у вас все это шелушится, можно немножечко и аккуратненько это все снять. Старайтесь каждому слою обязательно давать просыхать. Далее я беру гиалуроновую сыворотку. Почему именно гиалуроновую? Потому что она служит отличным проводником и все остальные уходовые компоненты в вашем уходе будут проникать в вашу кожу гораздо лучше. Наносим также по массажным линиям. Что такое массажные линии? Это линии лангера, которые у нас идут от центра лица к периферии, от центра лица к периферии. Зону глаз мы всегда наносим от центра к центру, от центра к центру. Идут линии меньшего натяжения и вы лучше наносите средство вокруг век. Когда вы работаете с нижней частью лица, наносите те же самые сыворотки, старайтесь наносить все с шеи. Если вы будете каждый день делать такой небольшой массаж, рельеф вашего лица немного улучшится. Далее мы наносим крем. Я не буду никакой крем вам советовать, так как вы сами подбираете тот, который вам комфортен. Если у вас хороший питательный увлажняющий крем, вокруг век не обязательно используйте специальный отдельный какой-то кремушек. Из кремов я могла бы вам посоветовать серии аптечные. Это те, которые восстанавливают дермальный слой кожи. Оно будет питать, увлажнять и защищать вашу кожу. Так мы должны очищать свою кожу вечером. Также существует демакияж и утренний. Когда вы просыпаетесь, ваша кожа всю ночь работала. Это все-таки орган. И соответственно, вы должны ее с утра также очистить. Что вы делаете утром? Вы делаете все то же самое, но убираете использование гидрофильного масла. С утра вы начинаете свое очищение также с геля, либо пенки очищающей. Также наносите тоник, также наносите какую-то сыворотку, крем. И дальше вы наносите уже полностью свой макияж. Не зря говорят, что залог хорошей кожи – это правильный уход. Побереги кожу сегодня, и завтра она скажет тебе спасибо. Желаю всем отличного настроения, прекрасного утра. Будьте всегда красивыми. А сейчас мы узнаем интересные факты о кино, живописи и не только. Сейчас культурный код. Однажды меценат Шарль Эфруси заказал Эдуарду Мане на тюрморт. Получив результат под названием «Пучок спаржи», Эфруси был настолько доволен, что заплатил художнику тысячу франков вместо оговоренных 800. Тогда Мане нарисовал еще одну небольшую картину «Росток спаржи» и выслал заказчику с запиской. В вашем пучке не хватает одной веточки. Диктофон «Толкбой» был специально создан для фильма «Один дома 2». Как бы многие не мечтали о таком девайсе, в фильме использовалась неработающая пластиковая коробка. Но спустя некоторое время, благодаря настойчивости фанатов, такой диктофон действительно появился на полках магазинов. До рубежа XVIII-XIX веков в оркестрах не было привычного нам дирижера с палочкой, а такт отбивал сам композитор, либо один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для одного из композиторов XVII века, создателя французской национальной оперы Жанна Батиста Люли, трость для отбития такта стала причиной его гибели. Он поранил ногу наконечником трости во время концерта, и развившаяся из раны гангрена привела к летальному исходу. А сейчас мы вместе с Татьяной Боргат, фудфлористом и владельцем бренда «Дарирада» сделаем подарок своими руками. Прямо сейчас рубрика «Своими руками». Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня мы с вами попробуем себя в роли фудфлориста при помощи вот такого наборчика, который можно приобрести у нас в мастерской «Дарирадость». Мы с вами распакуем этот букетик, который можно приобрести и собрать полностью самостоятельно. В этом наборе у нас основа под букет, шпажки, обучающий урок, сухофрукты все необходимые для того, чтобы изготовить этот букет. И вам нужно будет для этого только ваши желания, ваши руки, секатор или ножницы, для того, чтобы вы могли подрезать шпажечки. Приступим! Начнем мы с того, что мы будем насаживать сухофрукты на шпажки. Для этого мы вынимаем сухофрукты, открываем наши шпажки и начинаем насаживать. Сейчас я взяла курагу. Курага – это обязательный элемент для каждого букета. Берем, насаживаем. Видите, даже есть возможность не касаться сухофруктов для того, чтобы их насадить. Так, курага готова. Дальше идет инжир. Можно, конечно же, сухофрукты вынуть и насаживать. Сухофрукты мы насаживаем обязательно до середины сухофрукта, чтобы он хорошо держался на шпажке, выбирая при этом самую красивую сторону сухофрукта. Дальше у нас идет алуча. Алучу мы также фиксируем на шпажечке и выкладываем так, чтобы нам удобно было брать. Желательно выложить каждый сухофрукт отдельно, для того, чтобы мы могли потом собирать букет более гармонично. В алуче имеется косточка, поэтому важно насадить алучу на шпажку вдоль косточки. Дальше идет помело. Это цитрус. Насаживаем его в мягкую часть, чуть-чуть доходя до корочки. Фудфлористика приобретает популярность все больше и больше. Поэтому, если ваш ребенок интересуется этим направлением, это очень хорошая возможность попробовать себя именно в этой роли. С этим букетом, с этим набором обязательно все получится, потому что здесь нет варианта, что бы не получилось. Дальше идут финики. Сухофрукты для наших широт. Это признак изобилия и богатства. Если ребенок самостоятельно, либо вы самостоятельно соберете букет своими руками и подарите его своим близким, вы подарите им еще и с этим здоровье, богатство и процветание. Ну и, конечно же, радости и удивлений. Дальше идет чернослив. Это неотъемлемый сосед кураги. К каждому застолью в наших широтах обязательно приобретаются сухофрукты. А когда мы их дарим таким необычным образом, мы дарим с этим еще и эмоции. Теперь мы приступаем непосредственно к сборке самого букета. Сборку я всегда начинаю с главного сухофрукта, это кураги. Мы берем, подрезаем немножко кончик и вставляем сухофрукт в специальную флористическую губку, которую мы используем как основу для нашего букета. Мы не составляем все сухофрукты рядом одного вида. Мы всегда обязательно миксуем. Только мелкие детали, такие как финик, мы можем составить рядом для того, чтобы букет смотрелся более гармонично. Этот букет получается насыщенный, яркий и очень витаминный и полезный. Помело добавляет этому букету яркости и красоты. Инжир считается сухофруктом, и вообще фруктом опознания и ума. Поэтому его обязательно используем в букетах. Как видите, сборка достаточно простая, не занимает много времени и большое количество инструментов для этого не требуется. Только ваше желание и минимум инструментов. Мы закончили вот такой вот букетик. И здесь именно прелесть в чем? В том, что эта коробка идет еще и сразу упаковочная. Вы можете упаковать в нее подарок. Закрыть. Вот в таком виде подарить ваш букетик. Сегодня вы попробовали себя в роли футболариста. Собрали вот такой букетик, который подарит радость не только вам, но и вашим близким. Спасибо вам большое за внимание. Всем хорошего дня. До новых встреч. Сегодня понедельник, начало рабочей недели, но мы не успеем глазом моргнуть, как наступят выходные. Для этого мы сейчас покажем вам афишу. Выберите культурное мероприятие на грядущие выходные и проведите эти самые выходные с очень полезной пользой. Масло масляное, но полезная польза бывает. Смотрим афишу. До 14 мая в Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит выставка из фондов музея под названием «Искусство Казахстана» Абубахир Исмаилов. Кайрат Нуртас даст концерт 15 мая в Карагандинском цирке. Академический театр музыкальной комедии 15 мая приглашает на спектакль под названием «Алиса в стране чудес». Это музыкальная сказка театра студии «Ростовых кукол». Карагандинский областной музей изобразительного искусства с 15 мая приглашает на выставку, посвященную Международному дню музеев. Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 16 мая представит спектакль «Оиншактар Оянганда». Академический театр музыкальной комедии 17 мая приглашает на кукольную сказку «Колосок». 17 мая русский драматический театр имени Станиславского покажет спектакль «Сценарий счастья». До 17 мая Карагандинский областной музей изобразительного искусства проводит урок «Лица Победы», посвященный Дню Победы и 90-летию города Караганды. Балет в двух действиях «Жизель» представит 17 мая во Дворце культуры горняков. Драму «Жасабай» 17 мая представит Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина. Тимиртауский театр для детей юношества 18 мая покажет сказку по мотивам восточных сказок под названием «Волшебная лампа Аладина». Академический театр музыкальной комедии 18 мая представит интерактивную сказку для малышей под названием «Соломенный бычок». Ну а сейчас рубрика «Милые и смешные». Приготовьтесь умиляться, улыбаться, ведь вы сами все уже прекрасно знаете. Рубрика хорошая, рубрика интересная, рубрика заряжает, простите, на день грядущий. Смотрим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 каждый день она говорит, купи мне коктейль. Вот мы очень любим коктейль. Но я вот что хочу сказать. Если ты поел мясо и выпил коктейль, это очень плохо. Нужно быть поаккуратнее. Ты любишь коктейль, молочная? Не любишь? Не. Ну, замечательно. Ну что ж, тогда мы будем прощаться, наши дорогие телезрители. И мы не будем забывать о том, что есть у нас телеграм-канал, ютуб-канал и инстаграм, на который можно подписаться, включить уведомления. Теперь твоя очередь. Спасибо вам за то, что сегодняшнее утро, понедельника, вы начинаете с нами. Пусть для вас этот день будет не сложным, пусть он будет легким, позитивным и классным. А если вы любители коктейля молочного, выпейте сегодня. Молочного коктейля. Интересно, а фруктовый коктейль бывает? Конечно. Ну вот, отлично. Наверное. Любой коктейль сегодня будет с вами. Любой коктейль за ваш день. Спасибо большое, что вы начинаете утро с нами. До свидания. Хорошего дня вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!